Добрый день, уважаемые коллеги! Я понимаю, что вы устали, но я хотела бы представить случай лечения больной диссимилированной меланомой кожи у нас в клинике. Больная с 46-го года рождения, со светлым типом кожи, темноволосая. Она больна с декабря 2013 года, когда в неонкологическом учреждении ей было удалено пигментное образование по описанию и в дальнейшем подтвердилось, что это была меланома кожи левой половины шеи. Пациентка доктор, наша коллега. В декабре 2014 года у нее было зафиксировано прогрессирование заболевания. Она обратилась к нам в городской онкодиспансер. Было выявлено увеличение лимфоузлов шеи, метастатические очаги в обеих долях печени, в надключичных лимфоузлах слева. И один из узлов был взят на биопсию и подтверждено по данным гистологического заключения и иммуногистохимический, что это метастаз меланомы. В дальнейшем она была тестирована на определение BRAF мутации. BRAF мутации не было обнаружено. Уровень метозов мы не знали. По данным компьютерной томографии, вот такие большие очаги в печени во втором и третьем сегментах, на границе правой и левой долей, и также очаги в селезенке и в параортальных лимфатических узлах. Учитывая общее хорошее состояние больной и достаточно большие очаги в висцеральных органах, мы начали химиотерапию с режима таксол и карбоплотин. Таксол 180 мг на метр квадратный в первый день и карбоплотин АУК-5. И она у нас в отделении получила два цикла химиотерапии с тошнотой и с явлениями невропатии. Компьютерная томография после двух циклов химиотерапии показала разнонаправленную динамику, то есть было уменьшение очагов в печени наибольших, но появились новые очаги в селезенке. Очаги в лимфатических узлах без изменений. Вот это показаны компьютерные томографии до начала химиотерапии. Больная была обследована перед химиотерапией, метастатических очагов в головном мозге не было выявлено, а в марте 2015 года при контрольном обследовании, учитывая прогрессирование заболевания в селезенке, у нее были выявлены новые очаги в головном мозге, 8 мм в левой лобной доле, левой теменной и левой височной. Она была консультирована, у нас есть лечебно-диагностический центр имени Березина, и применено радиохирургическое лечение гамма-нож на все три очага в указанных дозировках. Перенесла она лечение удовлетворительно. Здесь показан один из очагов в левой лобной доле, наиболее визуализированная. В дальнейшем, учитывая прогрессирование заболевания, она получала иммунотерапию в рамках программы расширенного доступа по использованию эпилемумаба и получила 4 введения с интервалом 3 недели, переносила достаточно хорошо, хотя были иммунопосредованные реакции в виде диареи второй степени, что не потребовало редукции дозы и отмены препарата. Она была обследована в июле 2015 года, и по данным компьютерной томографии, появились новые очаги в легких. Они были небольшие, но это были новые очаги, поэтому эта ситуация расценилась как прогрессирование заболевания. Очаги в легких ранее не определялись. И по данным МРТ головного мозга, вырос очаг до 7,5 мм, и также она получила радиохирургическое лечение в ЛДЦ МИПС. В дальнейшем пациентка у нас подписала информированное согласие об участии в протоколе по использованию ингибитора контрольной точки неволумаб, но обязательным условием для этого исследования, в участии в исследовании, было то, что метастазы в головной мозг должны быть пролечены. И у пациентки появился новый очаг в субэндемальных отделах лобного рога левого бокового желудочка. Несмотря на то, что ранее выявлены очаги и уменьшились, вот здесь визуализируется наиболее хорошо. И пациентка у нас была консультирована радиологом, учитывая, что возможности радиохирургической методики были уже неактуальны. Она получила лучевую терапию на область головного мозга в объеме 40 грей средними фракциями, по 3 грея 5 дней. Чувствовала она себя удовлетворительно, у нее не было осложнений, и в дальнейшем она также была обследована по протоколу, то есть вот эти очаги до начала терапии неволумабом. И еще был обнаружен очаг в 11-м грудном позвонке. Вот это компьютерные томограммы до начала терапии неволумабом. Здесь виден ответ опухоли на химиотерапию, на иммунотерапию, но тем не менее, учитывая появление новых очагов, она требовала смены терапии. И с сентября 2015 года она у нас в рамках клинического исследования, эта пациентка получает неволумаб 3 мг на килограмм веса 1 раз в 3 недели. Было выполнено обследование МРТ головного мозга в ноябре 2015 года, и уже не было выявлено очагов в головном мозге. По данным компьютерной томографии, в легких очаги в ноябре 2015 года еще сохранялись в печени в пределах стабилизации, в лимфатических узлах. Это снимок ноября 2015 года без метастатических очагов. Переносит терапию хорошо, отмечается остыней первой степени, она работает и не пропускала ни одного введения. И в настоящее время терапия ей продолжена. В апреле 2016 года метастазы в легких уже не определялись, и уменьшились метастазы в печени, а очаги в ТН11 и в лимфатических узлах остаются стабильными. Вот это один из снимков в апреле 2016 года. До настоящего момента у нее сохраняется частичный ответ у пациентки, у нее нет тяжелых токсических побочных реакций, и терапию она продолжает по настоящий день. Спасибо за внимание. Спасибо, Нина Юрьевна. Скажите, пожалуйста, у вас много пациентов с сочетанием лучевой терапии на какие-то области и применение современных иммуно-онкологических препаратов? У нас два случая. Одна пациентка, которая получала эпилемумаб, и у нее было после трех введений выявлено прогрессирование в головном мозге. Мы тоже подключили лучевую терапию с очень хорошим эффектом. У нее кроме метастазов в головной мозг были еще метастазы в легких, печени и в костях. И по данным ПЭТ-КТ у нее был полный ответ. И по данным МРТ головного мозга. То есть лучевая терапия сочеталась с введением эпилемумаба четвертым. И в дальнейшем она была обследована, и не было данных за метастатические очаги. Это было в октябре 2016 года. То есть через три месяца после окончания терапии лучевой и эпилемумаба. И она долгое время находилась в хорошем состоянии, без признаков прогрессирования. Но сейчас у нее зафиксировано прогрессирование заболевания печени и в легких. И мы думаем о том, чтобы ей снова вводить эпилемумаб, учитывая длительный период хорошего ответа, полного ответа. Сейчас у нас, скорее всего, будет в клинике возможность закупить эпилемумаб, и мы планируем ей продолжить иммунотерапию. И вот этот случай, который я представила, тоже это сочетание с лучевой терапией. Но вот когда мы еще первую пациентку начали лечить, мы не знали, что эпилемумаб может усиливать действие лучевой терапии. Просто нам нужно было быстрее помочь пациенту, и мы подключили тоже радиологов, и она получила, это больная, если не ошибаюсь, 60 грейна, область головного мозга. Она тоже доктор, может, докторам так ведет, я не знаю. Но вот эти две пациентки, они наиболее такие яркие. У нас еще были случаи, когда мы тоже меланому полости носа облучали, но не с иммунопрепаратами, а темодал в сочетании с лучевой терапией. И у одного больного мы достигли частичный ответ опухоли на лечение, и у больного выполнена операция радикальная, и он больше года уже не принимает никакой терапии, находится в состоянии ремиссии. Я хочу прокомментировать, что у нас тоже такие случаи были. На самом деле, я бы сказал, что не иммунотерапия улучшает эффективность лучевой терапии, а наоборот, лучевая терапия является серьезным бустом для иммунотерапии, поскольку облучение делает опухоль более доступной для иммунной системы. Вот этот некробиотический процесс, вызванный лучевой терапией, в конкретном опухолевом очаге, они дают дополнительную подпитку, дополнительную иммунизацию, которая может быть использована в дальнейшем для развития эффекта. У нас был случай, кстати, у пациентки, которую мы показывали по поводу поражения печени, гепатотоксичности, у нее тоже потом был сначала частичный регресс, потом прогрессирование в головном мозге мягких тканей, просто после лучевой терапии на головной мозг был почти полный регресс в мягких тканях. И такие случаи описаны по поводу лучевой терапии на кости регрессированиями до стаза в легких. Достаточно много в литературе таких данных, поэтому тут лучевая терапия, в принципе, может рассматриваться как такой серьезный монологический одеван, даже пусть это фокальная, даже пусть это палеотивная лучевая терапия. Но вот про это не надо забывать. Это еще дополнительная опция, потому что обучая пациентов, особенно которые пришли с метастазами в головном мозге, если есть возможность стереотаксисы особенно сделать, мы добиваемся сразу двух путей. Во-первых, мы увеличиваем значительно прогноз. Во-вторых, мы ликвидируем активные очаги в головном мозге. Они быстро достаточно сходят с терапией глюкокортикоидов. Мы можем начать иммунотерапию безопасно для этих пациентов. И плюс они получают дополнительную за это время, они получают дополнительную иммунизацию, которая современным препаратами может быть просто усиленно использована для получения эффекта. Поэтому вот этот аспект надо, конечно, смотреть. Я думаю, что наш пациент, который до этого представлялся, он тоже в промежутке была стереотоксическая лучевая терапия, она тоже могла внести свой вклад в лечение этих пациентов. Спасибо, Нила Юрьевна. Спасибо. Вообще, я хочу обратить внимание, поразительный ответ. Вы видели изначально, метастазы в печени были 8 см, да, 86 мм. И в конце концов уже показывают, там 6 мм, по-моему, остались, да, 6 мм. При удовлетворительном состоянии. Ну, фантастика, о чем можно было вообще раньше мечтать. И осложнений, как я понимала, иммуноопосредственных у пациента не было, да? И он получал глюкокортикоиды. Это к тому же варианту о том, что влияют ли глюкокортикоиды на эффективность иммунотерапии, да, и так же, как наш пациент. Он получал глюкокортикоиды, тем не менее эффект есть, он продолжается, и по сей упору больные лечатся с хорошими эффектами. Так что не бойтесь назначать глюкокортикоиды тогда, когда это нужно для оккупирования желательных явлений. И надеемся, что, конечно, ответы еще мы будем видеть различные и интересные.